Любовь к деревьям зародилась у Валерия в детстве. Тогда у его дедушки родители были сады. Изучать органическое садоводство первым побудил отец. А позже, когда у Валерия появился собственный участок, он сам начал проводить эксперименты. Особый вклад в его практику внес известный садовод Виктор Муханин. У него спросил. Вот у меня есть и у моих родителей, у соседей старые сорта. Как узнать ее? Вот я плоды привезу. Мне говорят, привези мне с каждого дерева по листочкам, я тебе скажу, какой это сорт. Ну и для меня тогда, для молодого человека, показалось сверх чего-то. Вот теперь прошло больше 30 лет, у меня уже огромный опыт. Я тоже определяю не по листочкам, я определяю по кроне, когда дерево без листвы. И вот 20-25 сортов я могу точно назвать. Валерия Кучина так затянуло садоводство, что теперь это его работа. Он хоть и не выращивает новые сорта, зато смело экспериментирует с известными, прививая их на яблони, груши или вишни. У меня на мелом наливе 12 сортов. Ни один любитель садовод не позволит себе посадить 12-летних сортов. А одно-два дерева, и чтобы на нем было 3-5-8 сортов, которые созревают через неделю. Также зимние несколько сортов на одном дереве. И никогда не надо торопиться убирать старое дерево, которым лет 30, больше. Его надо сделать грамотную омолаживающую обрезку и привить дополнительные сорта. За моей спиной наш герой делает прививки деревьям. Здесь абы какая ветка не подойдет. Везде есть свои нюансы. Главное правило, что дерево, с которого срезают черенки, должно быть здоровым и плодоносящим. Поделился наш герой тем, как правильно транспортировать черенки понравившихся деревьев и сортов. Ничего сложного в этом нет. Все необходимое найдется у каждого в кладовке. Главное правило – не заматывать черенки в сухую ткань. Чтобы они у меня не засохли, на ночь бутылку с водой закладываю в морозилку, она замерзла. Прикладываем, заматываем и запустим в портфель, в сумку и в холодное место. Здесь, на территории Никольского храма в Пушкарях, где работает Валерий, два года назад разбили сад плодовых. Места немного, поэтому было принято решение на каждом дереве привить еще несколько сортов. Апрель – самое лучшее время для обновления сада. И вот в ход уже идет секатор и прививочный нож. Вот этот вариант, высота, самый удобный. Так, отрезаем веточки, чтобы не было ниже сучечка. В своей практике Валерий использует необычный сухой способ соединения, а применяет для смачивания срезов медовый раствор. Для чего? Чтобы повысить производительность. Берем, смачиваем вместо среза. Теперь тоже тонкость такая. Условно, или на глаз. Середина, четверть. Делаем зарез. И идем вдоль черенка. И тоже доходим где-то до четверти. Здесь тоже середина, четверть. Место стыковки закрепляется изолентой. Снять ее можно будет через пару месяцев. Появятся вкусные плоды на привитом дереве уже на второй-третий год. Своим опытом Валерий Кучин готов делиться со всеми. Ему важно, чтобы люди на своих участках не совершали ошибок. Олеся Павлова, Николай Иванов, Ольга Кириллова. Область новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова